Меня зовут Дуровочка Анна Андреевна, я закончила IFP 2018-2019 года в университете Циан-Диагнадасию, а по результатам выпускных экзаменов я поступила в университет Циан-Диагнадасию. Я по своей натуре очень азартный человек, который говорит, а такая идея, почему бы не попробовать свои силы и не поехать вот в такую нестандартную обстановку и не попробовать отучиться. Например, ты приезжаешь в среду, в которой ты никого не знаешь, у меня так еще повезло, я в этом плане очень величий человек, что у меня не было ни в одной группе вообще, я даже не знала, как там будет учиться, я никого не знала, а я еще очень знаменитый человек, я никогда не люблю навязываться и никогда никому не подхожу первая. Ну там ребята все были общительные, у меня были как бы туда-сюда, вот тут симка, вот тут надо зарегистрироваться, вот здесь магазин, все показалось. Что касается курса PFP, то по моему мнению 60% успеха зависит от собственной организованности, от какого-то твоего внутреннего желания и 40% конечно зависит от педагогов, которые тебя обучают. В первом полугодии было намного легче, потому что там был только один предмет, это лисы, к тебе ставили речь, тебя учили писать, а потом, когда уже и математика, и экономика, и все остальное, когда тяжело, особенно тем ребятам, кто по своей глупости в 10-11 классе, сказали, а я еду в Китай, все, я его не сдаю, мне не надо готовиться, я так сдам на середнячок и все. Дело в том, что мы в Китае не проходим заново программы, то есть нам все досконально не объясняют, мы быстренько, быстренько проходим на китайском языке, то есть подразумевается, что мы все это уже точили у себя. А ребята, которые упустили 10-11 класс, предупреждается надо заново проходить все эти темы. Мало того, что заново, так еще и на другом языке. И, конечно, вот им особенно тяжело, потому что ребята, которые знали данную тему, они там, а, вот это я помню, вот это я знаю, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, все, я все позже разобралась. Я сдавала экзамены Айфи по бизнес-направлению, по языку у меня финальный балл 90, по математике у меня финальный балл 92, по-моему, и по экономике 94. Я начинаю считывать иероглифы просто как рентген, ты видишь, ты даже иероглиф, ты даже его уже не прописываешь, автоматически запоминаешь, а вот это, вот это, вот это, все, получим. Я поступила в Сианского университета Сиан-Диа-Фондасио на тракт по обучению и проживанию. В кампусе есть много всего, это и бассейн, это и различные спортивные площадки, тренажерные залы есть, очень много библиотек, но в них приходить и заниматься бесполезно, потому что как-то не придешь, но все время заняты китайцами. Различные магазины, как продуктовую, так и бытовой химии, магазины первой необходимости, аптеки, экологии, где можно питаться по студенческим карточкам. Вот единственный минус, что нет каких-то больших, даже не больших, а просто продуктовых магазинов, которые можно купить банально курицу, мясо. Жить было очень хорошим, просторным. Единственное минус, что не было матрасов нормальных, были такие даже не дощечки, а деревянные матрасы из древесины. Еще так как я жила в общежитии, которое ближе к югу, то в Китае, в этих районах нет отопления. В этом случае надевать кучу штанов, кучу различных свитеров, включать кондиционер на 30 градусов тепла, пить горячий чай. Все русские покупали себе нагрелки, которые надевали теплую воду и грязь. Для меня китайский язык намного проще, чем любой европейский, потому что у меня технический склад ума, и мне проще запоминать иероглифы. Для меня самое сложное в китайском языке – это запомнить пинник, даже не то, но сам пинник, как читается иероглиф. Клинник достаточно непривычно, потому что быстрые перепады температуры в межсезон, то есть буквально в воздухе до 5 градусов тепла, и уже через неделю будет 25. Очень большая влажность, но очень повышенная влажность. Из плюсов, что холодный период длится не так долго, и что уже в конце марта плюс 20, и длится теплое время года примерно до октября месяца. Протрат зависит от того, какой бы житель ты выбираешь. Так как мы еще все практически за первое полугодие поправились, потому что мы сами не готовы, мы не ходили к кафе, ресторанам, то мы во втором полугодии уже начали все сами готовы практически. И в среднем в неделю, без учета каких-то перекусов, которые ты покупаешь на улице, в неделю мы тратим 1500 рублей на питание. Если ездить на автобусе, то в одну сторону ты заплатишь 10 рублей. Если ездить на такси, но так как на такси едет по 4 человека, то все скидывается, там поможет в одну сторону. В общежитии ты платишь за электричество самостоятельно, плата за мобильную связь, опять-таки, тариф, который ты выберешь. Но у меня в среднем месяц в пересчете на русские рубли выходило 1020-25, но это бесширка, то есть жизненно широкая новость.